Виталий, приветствую тебя! Очередная неделя, очередная по счету, конечно же, но интересная, потому что две недели остаются до Нового года, и вот когда-то в эти две недели по классике жанра мы должны увидеть мощное Железвинское ралли. То есть без него, наверное, никак, я думаю, что этот год не станет исключением. Либо эта неделя до пятницы, либо следующие движения должны быть интересными. Поэтому, друзья, поскольку ожидаются все-таки спецколотильности, конечно же, имейте в виду, что вы априори должны контролировать риски. Это очень важно, следить за загрузкой экспозитов, потому что сейчас рынки такие. Во-первых, фон насыщенный, во-вторых, низкая ликвидность, праздники, даже малейший новостной фон, низкая ликвидность, может стать причиной очень серьезных ценовых колебаний. Ну, опять же, как говорят, волатильности. Так, ну что, прошлая неделя, это неделя заседаний центральных банков. Честно говоря, если прошлая неделя не раскачала, знаешь, тренды, динамику финансовых инструментов, я уже даже не знаю, какой новостной повод сможет справиться с этой задачей. Но давайте тогда подведем итоги. В целом, демонстрацию запущу. Минок долларов мне сейчас открыт. Заседание ФРС тезисно. Ставку на прежнем уровне оставили. Программу количественного смягчения тайпинг сократили вдвое, и такие планы будут реализовываться дальше, вплоть до марта, когда она полностью будет завершена. И потом уже вплотную подберемся к вопросу повышения процентных ставок. Когда это будет? Май, июнь? Время покажет. Все может случиться. Например, ФРС, исходя из мощных трендов, которые сейчас имеют место быть по инфляции, вполне может решиться на более ранние действия. Никто не исключал, друзья, возможность того, что индекс потребительских цен США перевалит за 8 или даже 9% в ближайшие несколько месяцев. Поэтому будем держать вместе руку на пульсе, следить за тем, как развиваются события, следить за вектором и риторикой резерву, потому что то, что будет делать американский регулятор дальше, это, конечно же, то, что задаст динамику в долгосрочную для доллара, а отсюда уже для всех финансовых инструментов. Я в отношении доллара в целом так по траектории, по тенденции скажу, что неправильно, что выкупили все-таки под конец прошлой недели индекс доллара, потому что странно было вообще наблюдать прессинг на этот актив после того, как ФРС фактически признал, что теперь будет проводить более жесткую монетарную политику. Дальше пока что каких-то конкретных сделок по индексу доллара я давать не буду, тем более что я продолжаю следить за европейской валютой против американцев, а там ничего не меняется. Ну то есть в целом, если я продаю евро-доллар, конечно же, друзья, вы должны понимать, что я верю в дальнейший шанс американского доллара. Европейская валюта сейчас 1.1254, то есть шорт остается в приоритете, цели амбициозные, как ранее я отмечал, даже не 1.12 уже, а 1.11 и ниже. Сначала нужно закрепляться, конечно же, ниже на планке 1.1190. За последние несколько торговых сессий ситуация с штаммом в микрон ухудшилась в еврозоне, Дании, Нидерланды примкнули к тем странам, которые вели. Ограничения, я опять же считаю, что это еще не предел, потому что за 2 недели ситуация может ухудшиться, тем более что, как прокомментировал главный врач, скажем так, при администрации Байдена Энтони Паучи, на микрон распространяется, точнее, темп удвоения числа заболевших, буквально 2-3 дня и новые пики. Ожидаются рекордные показатели прям под самый занавес 2021 года. Это печально, тревожно, потому что на Новый год нужно иметь другое настроение, но вот, к сожалению, вот эти повторные ограничения, меры социального дистанцирования, сейчас людей начинают разгонять в рамки, раздражать, и это все плохо сказывается, в том числе и на рыночном оптимизме. По поводу европейской валюты, каких-то суперзначимых отчетов мы уже не увидим в ближайшее время, но я предлагаю работать с тем, что у нас есть от прошлой недели, это прошедшее заседание Европейского центрального банка и также установка от главы ЕЦБ Лагард, что политика будет оставаться мягкой. Некоторое время назад, когда комментировал пару евро-долларов, ее перспективу, я говорил о контрасте от этих политик, а сейчас после заседания ФРС и ЕЦБ этот контраст стал очевидным. Я думаю, что евро под конец года еще неплохо прижмут, 100-150 пунктов, вполне еще можно будет выжать из вот этого локального нисходящего движения, ну а там время уже покажет. Так, два актива, которые я также комментировал, золото с целями, которые было. Сначала у меня цель была 1750, но, опять же, я был настолько уверен, что ФРС сможет привести к мощному укреплению доллара, что поверил, что золото может оказаться даже в районе 1700 долларов за тронский полос. Ну вот, казалось бы, неправ, даже несмотря на поход, по сути, к отметке 1750, единственное, что я получил по этой сделке, это без убыток. Это печально, потому что профиль в моменте был солидным. Пока что по золоту вне сделок, но даже если вот сейчас смотреть на график, друзья, который вы видите, прям считается всем известный технический патр. Голова-плечи по классике жанра мы должны пойти ниже, ниже отметки 1770. Но в последнее время я не раз обращал ваше внимание еще на рыночное позиционирование через индикатор рыночных на стороне Кайма. Так вот, сейчас большинство трейдеров уже залезло в шарты, поэтому я даже сомневаюсь в том, что в ближайшее время мы увидим движение именно в том направлении, где находится сейчас толпа. Ну, новых сделок, опять же, не будет. Давайте посмотрим на угол актив по британской валюты, которая сейчас локально снижается. Собственно, сделка была с отметки 1.3220, селлстоп ранее. Соответственно, лоу после заседания ФРС, который у нас был, обозначен на отметке 1.3174, этот ордер также был закрыт по безубытку, несмотря на профит, который был в моменте, вот, в качестве первой реакции на итоги заседания ФРС. Сейчас снова снижаемся. Я прямо предлагаю действовать по текущим уровням. Это поддержка 1.32, то есть шортить с стоп-лоссом 1.3270 и тейк-профит на отметке 1.30. Я думаю, что до конца этого года я буду сопровождать вот эти вот три сделки, ну, две сделки по евро, по фунту, и, возможно, еще подключу золото, когда увижу более-менее подходящий уровень. Какие-то другие инструменты лучше не вести. Виталий, слово тебе. Спасибо. Итак, всех приветствую. Ну, согласен с тобой по поводу евро и фунт-доллар, и тоже по заснижению. По поводу инфляции, конечно, инфляция, как мы видим, текущие данные не только в США, во всем мире, это Британия, Европа, Япония, скажем, Китай запредельная, то есть она на максимумах исторических, там, за последние, так скажем, 30-40 лет мы бьем рекорды. Ну, это все печатание денег, а печатал у нас ФРС деньги в основном, ну, и другие банки тоже, разные там печатания, QE и так далее. Поэтому следующий год будет жарким на рынках, я думаю, в долгосрочной перспективе, потому что, ну, какая борьба с инфляцией такой запредельной? Это, во-первых, это повышение ставок, да, которые ожидаются в 22-м году и еще на 23-й год. Это первое. Ну, и сворачивание, печатание денег, потому что вот эти два фактора, которые усилили инфляцию, мы знаем, что это приведет к экономическому коллапсу, оно и так приводит сейчас оцены на продукты обычные, там, энергоносители, питание, они зашкаливают, это народ недовольный. Поэтому БУС с этим как-то бороться, хотя вот читаю там разных аналитиков, которые говорят, ну, вот рынок S&P 500, вот после вот этих данных по ФРС в среду, он показал небольшой рост, да, и все такие, вот, в принципе, ФРС справится, это все хорошо, будет повышение ставок, это нормально и так далее. Ну, посмотрим, когда они повысят и как это все комом накроется, как вот просто простой рынок, это китайский индекс, да, китайский рынок. Да, там есть фактор в Китае политики, да, которая зажимает некоторые компании, но экономический фактор, там намного все ухудшается, тот же строительный сектор и другие сектора, это просто все пока не видно, пока не откроется, да. И я уже раньше говорил, что какие-то пытался искать покупки на китайском индексе, но это увенчалось, ну, по запросу зрителей, какие-то локальные отскоки, то есть вот один был, еще даже пытался вот здесь, после ложного пробоя, тоже там 2-3 дня отскоки, дальше новые минимумы. И ждем 2022-2023 год, я думаю, что и американский рынок вот таким комом накроется, и те, кто дальше верил в дальнейший рост, будут пересиживать достаточно долгие, скажем, просадки. Итак, давайте к рынку. По S&P 500. На прошлой неделе, понедельник, среда, в среду я, вот когда мы находились вот здесь, на минимумах, где-то в районе 46.00 мы находились, да, и говорил, что текущий уровень для шарта не очень, вот если мы подойдем к сопротивлению 47.12, достаточно сильный уровень, мы даже чуть-чуть выше пробили, обновили исторический хай на несколько пунктов, сделали такую двойную вершину глобальную, и можно было рассматривать здесь шарты. Здесь был минус один в том, что была экспирация, но можно было кто-то там среднесрочно перезаходить. Я как раз со своими учениками вот, получается, в четверг после вот этого ложного пробоя, в моменте говорил, рассматривал и советовал шартить данный инструмент. Мы видим, неплохо после ложного пробоя ушли вниз, на текущий момент каких-то новых сделок я не вижу, потому что лучше работать от каких-то ключевых уровней, от каких-то проторговок, да. На данный момент посмотрим, что дальше будет происходить, сможем ли мы обновить вот этот минимум, который у нас был в начале текущего месяца, это в районе 45.000. И дальше будем какие-то новые идеи давать. Если сегодня смогут откупить рынок на каком-то вот этом рождественском ралли, а возможно будет потом дальше новогодний ралли, если крупные ребята не уйдут в отпуск. Если сегодня там сильно откупим, сегодняшний такой пролив азиатский, да, то дальше возможно рассматривать какие-то покупки. У нас нарисуется какой-то здесь треугольничек, да, и это уже возможно ближе к среде. Или сами там ребята пусть наблюдают, там выше средней 50-й, локального уровня, так скажем, 46. Возможно будет смотреть покупки дальше. На текущий момент достаточно рискованные покупки. Возможно что-то рисуется вот в таком стиле S&P 500, я заметил, рисует вот каждый такой провал, вот один пролив, потом откупают, еще один пролив. Дальше нужно смотреть, если быки будут показывать какую-то силу, будем рассматривать на покупки. Дальше, что еще было на прошлой неделе? Это криптоактивы, активно обсуждали биткоин эфир за шорт. Пока они локально чуть-чуть падают, что-то там затормозили не сильно, там кто-то там несколько процентов, 2-3 процента эфир чуть волокильнее, сильнее падает. Дальше за снижение, вот с текущих возможно дальше рассматривать шорты по биткоину. Цели называли 40 тысяч, пока мы туда не дошли, дальше 30 тысяч. Ну посмотрим, если будет картинка какая-то на лонг меняться, будет сильный импульс, то будем менять свое настроение, аналогично вот эфир тоже ниже 4 тысяч пока за снижение по данному инструменту. По золоту пока никаких идей нету, посмотрим, что здесь будет рисоваться, возможно какое-то снижение. Раньше я говорил о покупках, мы их немножко там повыносили, покупочки, можно было перезаходить после этого пин-бара сильного такого. Пока вот так дальше. Ну фунт доллар аналогично с тобой за снижение, ниже 31.90, просто работать на пробой. Вот на прошлой неделе я говорил о возможных покупках. В принципе цели покупок, которые я называл, мы отработали. Вторая цель была 33.50, мы ее сделали. Неожиданно для всех первым, кто набрался силы духа, это британский банк, поднял процентную ставку, потому что, ну понятно, инфляция там зашкаливает. Я думаю, другие чуть-чуть потянутся позже, в следующем году, наверное, еще перед Рождеством боятся поднимать. Какая-то временная реакция, но видим, это не помогло фунту. Я думаю, что дальше он будет падать, закрепится ниже 31.90, там полет ему к 1.30 и возможно еще ниже. Евро-доллар, аналогично, на прошлой неделе я был в покупках, еще предлагал работать через пробой вот этого нижней границы треугольника у нас здесь был. Я в покупку вошел, вынесло по стоп-лоссу, зашел на пробой, успел перенести без убыток с ребятами, потому что вот евро в среду, вот после ФРС, когда огласили ставку, оно в моменте просело, и все другие инструменты просели, но я там смотрел за реакцией, что будет дальше. Золото, фунт, евстралийский доллар в моменте начали выкупать, а евро тормозило на минимумах, я сразу без убыток. И после очередного ложного пробоя зоны 1.12.60, я снова встал был в покупку, благополучно думал, будем много зарабатывать, расти. Ну, локально мы там зафиксировали возле верхней границы, я думал, что четверг-пятница будем пробивать, но вышли по без убытку, и на текущий момент картинка в лонг мне уже не сильно нравится, потому что, конечно, все возможно, но я бы здесь работал первый вариант селл-стопом на уровне 1.12, условно, 20, я думаю, что если уже очередной раз будем тестировать, у нас получается 1, 2, 3, это такая зона, здесь кто-то реально удерживает данный уровень. После этого возможно шортить и с целью 11, как ты сказал, 10 должны сделать, ну, до Нового года посмотрим, это первый вариант. Второй вариант, буду еще рассматривать продажи через какой-то откат, ну, подожду, как он формируется, лимитки ставить не буду, только на пробой, как-то вот так, ну, и, в принципе, индекс доллара аналогично, посмотрим, что здесь нарисуется, возможно, сильный какой-то будет сегодня-завтра выкуп, и все-таки вот эта коррекция покажет там 1.15 и так далее, посмотрим, как-то вот так. Спасибо, Виталий, за комментарии, следим, ждем вот этого рождественского ралли, но у нас будет еще эфир с тобой в среду, можно сказать, предпоследний день этой недели, возможно, что-то там уже более интересное и нарисуется. Все прокомментируем, все обсудим. Виталий, тебе хорошая неделя, и, разумеется, всем нашим подписчикам тоже только профитных сделок, друзья, решайте, принимайте решение, как действовать, техника, фундамент вам в помощи, вся ситуация, мы вам обрисовали. Такие-то возможности, тем более, что в отношении риска эталонного евро, мы с Виталием смотрим сейчас в одном направлении, может быть, это как раз тот случай, когда реально туда пары пойдут. Спасибо, Виталий, пока. Все, пока, удачи. Спасибо. 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 Спасибо.